здесь можно видеть разницу между этими персиками здесь маньчжурский немного помельче но это конкретно с этого дерева бывает и наоборот в целом у них размер сопоставимый это зависит больше от нагрузки чем больше плодов тем они мельче так чем же персик хасанский по моему мнению лучше чем маньчжурский как подвой во первых он будет более морозостойкий он родом из сибири косточки персика маньчжурского в основном везутся с польши мои деревья выращены тоже из косточек которые привезены с польши и от морозостойкости у них вероятно одно лишь название во вторых персик хасанский съедобный очень даже вкусный отличие от маньчжурского который кислый горький есть его практически невозможно приятно выращивать плоды на подвой который еще можно и кушать если у вас например есть саженцы деревья персика которые привиты на персик хасанский и по какой-то причине у вас пропадает подвой отмерзает или еще что-то случается и отрастает подвойная часть то вы имеете все равно съедобный вполне хороший персик если же у вас отрастает персик маньчжурский то его нужно только прививать потому что в еду он не годится в третьих косточка персика хасанского очень хорошо отделяется ее легко выбирать сейчас я несколько косточек вы ему бывает такое что остается немного мякоти но в целом если плоды полностью зрелые то косточка вынимается хорошо косточка мелкая но это принципе ни на что не влияет вот персик маньчжурский здесь сразу заметно что он что косточка отделяется с мякотью тоже отделяется но хуже также в некоторых на некоторых деревьях есть плоды на которых косточка которых косточка легко отделяется есть у которых прям очень плохо ты и выдираешь с большим куском мякоти видно что косточки разного размера но это еще сейчас возьму по одной но это еще персик маньчжурский мелкий вот у меня например есть уже косточки с более крупного вот они так выглядит очистил косточки высушил получилось где-то 12 литров по объему почти 7 килограмм на килограмме насчитал 380 штук здесь где-то две с половиной тысячи будет много подвоя это прошлогодние подвои хасанского персика то есть это сеянцы из косточек прошлого года выросли уже где-то до метр восемьдесят все уже заокулированные вот начал снимать пленку заокулированы культурными персиками также сладким миндалем и самим хасанским буду расширять их садить больше еще деревьев для сбора косточек почему привиты потому что если садить сеянцы то плоды будут разного размера разного размера будут косточки созревать будут разное время из-за того что у меня также есть культурные персики они будут переопыляться будет происходить расщепление вот на этом буду заканчивать благодарю за внимание будьте здоровы